привет друзья с вами канал prime bike как всегда его ведущий гэр прайм и в этом видео я расскажу как выбрать хороший редукторный мотор для электровелосипеда все стремятся выбрать мотор 350 500 750 киловатт но даже обычный 350 ваттный мотор он способен выдать киловатт мощности и для него это абсолютно не критично и не вредно почему так объясняю 350 ватт это номинальная мощность мотора при которой достигается максимальная кпд то есть если вы едете скажем 20 километров в час у вас получается расход 350 ватт в час соответственно там скажем при емкости аккумулятора 800 ватт вы можете проехать там почти два с половиной часа со скоростью 20 километров в час соответственно это уже получается у нас около 50 километров пробега от одной зарядки если же вы будете шкварить в полную получается расход больше и обычный 350 ваттный мотор на 15 амперном контроллере у нас уже может выдавать 720 ватт соответственно если у вас аккумулятор опять же 800 ватт мощности то 720 ватт в час это примерно мы проедем чуть чуть больше часа но со скоростью уже больше то есть со скоростью там скажем 40 километров в час соответственно 350 ватт это просто номиналка на которой соблюдается максимальная кпд но это не значит что этот мотор не выдает больше при стандартном контроллере он выдает больше поэтому покупать 500 q 750 киловатт вообще нету смысла то есть этот мотор легче ну 350 к этот мотор будет ехать с такой же скоростью как и 500 к и расходу них будет одинаковый если у вас есть ваттметр или у вас установлен компьютер с ваттметром который показывает расход вы можете это все контролировать соблюдать кпд видеть свою мощность и тому подобное если скажем такая ситуация у вас стоит 500 мотор 500 ватт вы поставили контроллер 22 ампера умножаем вольтаж аккумулятора это 48 вольт на ампераж контроллеров получаем мощность это мощность которую максимально вы можете подать в колесо на максимум у меня контроллер 22 ампера мотор у меня 500 к значит это значит что примерно я в могу впихнуть туда где-то киловатт 200 но как бы я не старался при какой бы нагрузки не ехал больше чем 850 ватт я не не умудрился короче выжить и соответственно получается что что 350 к 720 750 ватт на 15 амперах 500 к 850 ватт ну грубо говоря в разницы нет вот если взять хорошую 350 к у вас 500 к разницы вообще не заметите вопрос зачем ставить огромный тяжелый мотор редукторный смысла в этом как бы нет 36 48 60 вольт там 62 объясняю ну 24 еще есть объясняю значит мотору в принципе посрать сколько вольт вы туда запихиваете нету но мотор он не предназначен для какого-то определенного вольтажа или для нескольких вольтажов вольтажей то есть вы можете туда скажем вливать 24 36 48 для него это вообще без разницы это мотор вы туда дали питание он крутится чем больше питания тем быстрее он крутится соответственно чем больше вольтаж тем быстрее скорость мотора я думаю это понятно поэтому при выборе мотора если там написано 36 вольт это не значит что там только 36 вольт вы можете подключить вы можете подключить и 48 вольт если вам нужно скажем вот этот мотор здесь вот прямо так и написано 48 вольт хотя этой же фирмы моторы я ставил там было написано 36 вольт и разницы вообще абсолютно никакой нет работают они одинаково значит следующий нюанс по выбору мотора значит какой мотор ставить передний или задний значит я рекомендую ставить задний мотор почему потому что передний мотор даже вот 250 ватт как в данном случае он шлифует то есть есть пробуксовка это во первых гробит вашу резину во вторых каждый раз когда вы запрыгиваете на бровку въезжаете в ямку колесо подпрыгивает и тоже буксует ну и и в поворотах нужно полностью сбрасывать газ потому что есть возможность улететь поэтому на бабушки на дедушки на велосипеды передний привод годится но там где нет больших скоростей и как бы это городской велосипед то есть развесовка более такая на переднее колесо если же это горный велосипед то лучше все-таки назад хотя при переднем моторе мы получаем полный привод это значит что сзади мы крутим педалями спереди у нас мотор это тоже как бы интересная тема но все-таки я рекомендую ставить назад мотор несмотря на то что передний гораздо проще установить значит следующий нюанс обратите внимание то что моторы бывают как с разъемом для подключения к контроллеру то есть есть вот такой вот разъемчик он прерывается ну то есть провод прерывается где-то посредине пера примерно ну такая длина обычно идет ну вот видите маленький такой кусочек здесь разъем это чем это хорошо это хорошо тем что вы можете отключив разъем беспрепятственно снимать колесо если же у вас идет провод сплошной скажем как вот здесь здесь провод идет прямо контроллеру соответственно это надо все отключать это надо отстегивать все стяжки чтобы снять просто колесо то есть это немножко затрудняет процесс эксплуатации к тому же здесь большой такой разъем большая фишка на датчике холла и это осложняет снятие звезды то есть этот разъем каждый раз нужно разбирать доставать него все пины здесь же как бы через такой разъем протащить съемник вообще не проблема и как бы эти разъемы эти провода практичнее в эксплуатации поэтому обратите внимание на этот нюанс тоже значит подобьем итоги 350 500 750 киловатт значение особо не имеет сколько ватт вы туда вкачиваете столько он и выдает значит почему же моторы есть на 350 700 и тара тата это для того чтобы вы вкачивали туда эти ваты скажем так максимально обоснованно то есть вы не будете перегружать и жечь мотор но опять же возвращаясь к началу видео то что 350 к выдает 720 вот это для нее нормально каждый мотор может выдать мощность три раза больше чем номинальная чем скажем 350 ватт поэтому это абсолютно нормально и ничего вы там как бы не сожжете главное чтобы ваш контроллер был рассчитан на эту мощность так еще значит хотелось бы сказать по редукторным мотором вопрос бренда что какой бренд покупать очень многие люди просят бафанг в украине бафанга оригинального практически нет и очень сложно найти чаще всего встречаются подделки на бафанг в виде того же мексуса ну то есть грубо говоря корпус у них одинаковые но написано мексус или бафанг можете брать мексус реально нормальные моторы советую работают служат можете в принципе брать вот здесь например стоит фарад мотор тоже неплохие моторы фарад могу порекомендовать ну вообще в принципе мексус вот цена-качество и на них очень много есть всех запчастей обгонные муфты шестерни редуктора все это есть поэтому можете смело покупать и не париться они в принципе по цене адекватные если у кого-то какие-то вопросы остались отвечу в комментариях с тебя подписка лайк и пока